Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Сегодня мы с вами поговорим о засухоустойчивых растениях, которые способны выживать на сильно освещенном участке. Позволю себе свою тему развить по трем направлениям, по трем векторам. Первый вектор таков, что участок у вас освещенный со всех сторон целый день, но почва при этом у вас оккультуренная, то есть она плодородная, она воздухо- и водопроницаемая, у вас есть возможность поливать. Это направление мы отметаем. Вы счастливчик, потому что мне на своем участке приходится бегать за солнцем круглый год. Пожалуй, практически все растения, которые мы выращиваем в огороде, плодовые, ягодные, цветочные, растения, которые пришли к нам из других краев, они любят солнечное местоположение. Но у нас сегодня другая задача. Значит, следующий вектор. Следующий вектор таков, что у вас участок, либо какая-то часть участка. Круглый день находится под палящим солнцем. Но вы в силу каких-то причин, может, вы не хотите, может, нет возможностей исправить эту ситуацию, заменить почву. Она у вас песчаная, супещаная, подзолистая, досталась от природы, от какого-то леса. Либо торфянистая и быстро пересыхает. Это ситуация. И еще одна ситуация. Третья. Когда у вас есть такие участки, которые освещены, и вы хотите там умышленно создать такую группу растений, которая будет приспособлена к таким вот жестким условиям. Солнце и дефицит влаги. Иногда вот такую композицию из растений и камней называют аркарием. Это такое общее название. Какое будет у вас архитектурное решение этой задачи, это уже дело вашего вкуса. Это может быть и каменистая горка, и альпийская горка, где будут собраны исключительно представители альпийского пояса. Это может быть группа камней. И можно даже обыграть один какой-либо красивый камень. Такие ситуации у нас складываются также тогда, когда фундамент, около фундамента дома целый день светит солнце. Либо вы делали дорожку, положили тротуарную плитку, а рядом у вас получилась такая зона, где строительный мусор, либо грунт оказался вывернут наружу, который неплодородный, песчаный. Либо это подпорная стенка. Это такие вот ситуации, где сухо и жарко круглые сутки. И прежде чем приступить к перечислению растений, которые мы будем высаживать в таких условиях, я хочу обратить ваше внимание на то, как природа уже подготовила растения в процессе эволюции, как она морфологически изменила их органы. То есть обращаем внимание, допустим, вы на отдыхе в жаркой стране, Средиземноморье, Египет, ваш Крым, и смотрите, не просто в бассейне лежите, а смотрите, какова там природная флора в этих условиях. Если присмотреться, то мы увидим, что листья либо опушенные, либо они имеют многочисленные железистые, достаточно жесткие волосики на поверхности листовой пластинки, либо листья вида изменились в колючке, либо листья утолщены за счет дополнительных слоев, так называемой кутикулы, и этим способствует тому, что растение сохраняет влагу, либо у растения длинный стержневой корень, который глубоко уходит в почву и забирает ее там при периодах засухи. И мы можем еще обратить внимание на листовую пластинку. Как правило, у таких растений листовая пластинка сильно рассеченная. Еще есть растения, которые во времена засухи либо сворачивают свою листовую пластинку, а потом без ущерба для самого растения они ее снова разворачивают, когда влага поступает, либо их еще называют растения солнцезависимые, гелио, такое явление, и они разворачивают листовую пластинку так, чтобы меньше было испарения по отношению к солнышку. Разобрали мы такие ситуации. И такие растения называются ботаники ксерофиты. Они приспособлены к тому, чтобы выживать в таких условиях, жарко и сухо. Такие растения, как правило, невысокого роста. Они стелются по земле. Тогда у них корневая система расположена в верхней части почвы. И за счет того, что они подушковидно застилают почву, например, как чабрец, не надо далеко в жаркие страны ходить, он растет исключительно на песчаных, супесчаных почвах. И за счет вот этой подушечки влага в корневой системе остается доступной для растения. Также мы можем упомянуть растения, которые называются мезофиты. То есть вроде бы они любят водичку. У них такое среднее отношение к воде. Но зато семена, которые они продуцируют в конце своего вегетативного периода, семена остаются в почве длительное время. И семена именно являются жароустойчивыми. Так происходит в степях, в пустынях, в полупустынях, которые вроде бы больший период своей жизни голые, обнаженные. Но в период дождей мгновенно, правда на короткий период, они покрываются пышным ковром цветущих растений. Также их еще могут называть эфемеры. То есть что-то такое вот, как бы по-белорусски говорят, летутенье некое. Но есть еще и эфемероиды. Это совершенно не страшное слово, потому что такие растения растут рядом с вами. И каждую весну вы можете ими любоваться. Это тюльпаны, гиацинты, различные мелколуковичные. Они весною цветут, потом у них наземная часть отмирает. И луковица является запасающим таким органом. Она остается в почве. И, как вы замечали, даже если мы много-много-много лет не выкапываем, вопреки рекомендациям выкапывать луковицы тюльпанов через каждый год-два, то тюльпаны, хоть они немножко, конечно, мельчают, особенно современные сорта, но они все равно живы и здоровы остаются. Поэтому, если оглянуться, то таких растений очень много. Какие это могут быть растения, что можно посоветовать среди многолетников? Это, конечно, растения еще такие, которые остаются круглый год, сохраняют зеленую листву, называют их зимне-зеленые. Это бадан, это иберис многолетний среди зимне-зеленых. Также сохраняется коврик у чабреца обыкновенного. Если зимы не очень суровые, то и многолетние гвоздики, например, гвоздика перистая, также могут сохранять свою листву. Все эти растения образуют дернинки и хорошо себя чувствуют в засушливых условиях и на сильном солнцепеке, скажем так. Можно еще упомянуть такое замечательное растение, как флокс шишеловидный, который также образует красивые цветущие подушечки. И время цветения флокса шишеловидного достаточно длительное. Можно посоветовать всем известную резуху. Это частицы, у которых опушенные беленькие, такие сизо-сизые листья. И осколки, солнцецвет с красивыми желтенькими цветочками. И он также образует красивый кустик, который, к тому же, можно и подстригать. Подстригать можно и вышеперечисленные, как иберис, и чабрец, если вам кажется, что он уже излишне разросся в вашей композиции и наседает на своего соседа. Конечно, мы сюда отнесем различные камнеломки. Это будут очетки, они же седумы, молодила различные, у которых утолщенные листья. Они относятся, если говорить по-ботанически, с суккурентом, потому что в этом утолщенном листике большой запас влаги. Если говорить о растениях, которые не совсем многолетние, например, штук роза махровая или не махровая, но у нас тут махровые, тоже различные окраски, растения мощного роста, у него стержневая система, которая уходит глубоко в почву и оттуда черпает влагу. И даже если у вас нет возможности поливать, то замечено, что длительное время может обходиться без дополнительного полива. Из тех, которые имеют колючки, как я говорила, это различного вида синеголовники. Они также замечательно переносят сухие периоды. Ирисы. У них также утолщенные корневища. В том числе и ирис сибирский замечательно себя чувствует на солнечных местах и может обходиться длительное время без полива. Даже если листья слегка поникают, то как только наступает влага, либо дождь, либо полив, то он снова приходит в себя. Из однолетних растений можно порекомендовать такие растения, как портулак, всем известные. Также разнообразных окрасок. Они могут быть как простые, так и махровые. Тысячелистники. Это скорее многолетние растения. Космея засухоустойчива. И также можно рекомендовать высаживать, если это у вас альпийская горка, то кустарники. Какие кустарники? Все можжевельники приспособлены к дефициту влаги. Беречина, бересклет, карликовый, барбарис хорошо переносит засуху. Конечно же, логично сюда рекомендовать злаки, потому что злаки в основном это растения засушливых областей. Например, та же пшеница. Она засухоустойчива. Мискантус китайский. Различные овсяницы, в том числе овсяница сизая. То есть злаки можно смело рекомендовать для таких мест. К тому же, злаки сейчас очень популярны в озеленении группы растений. Поэтому они придутся к месту. Как видим, это достаточно обширная группа. Но если мы создаем умышленно зону такую, например, альпийскую горку либо каменистую горку, то надо помнить о том, что все-таки необходимо соблюсти правила того, что растения подбирать соответствующего типа, чтобы они были невысокого роста и чтобы обязательно в вашей альпийской или каменистой горке был дренаж. То есть это не просто разложенные по поверхности грунта камешки, а это специально подготовленное такое архитектурное сооружение, можно сказать. Если вдоль дорожки рассмотреть ситуацию, то замечательно будет смотреться и образовывать красивый бордюр альпийская астра. также она будет уместна и в других местах засушливых местах вашего участка. То есть, как видим, перечень растений, мы о нем еще можем долго очень перечислять и говорить, и найдется их добрая сотня, но, к сожалению, время наше не позволяет все их характеризовать и перечислять, но если оглянуться и присмотреться, то ассортимент очень обширен. Присматриваетесь, можно иногда даже что-то привлечь из природной флоры, гуляя где-то по берегу речки на песчаной осыпи и посадить у себя в саду. Пока есть время, сосредоточьтесь, подберите ассортимент и бегом в магазин покупать семена. Успехов в выращивании! До новых встреч! Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова